Лидия Васильевна Новикова, несмотря на свои 93, полна силы и энергии. Она с ранней юности, зная цену жизни в годы Великой Отечественной, выхаживала санитаркой раненых. Поэтому никогда не теряет бодрость духа. Сама пришла в отдел социального развития администрации Центрального района и принесла необходимые документы, самый главный из которых – медаль 46-го года за оборону Кавказа. 17 лет. Это, понимаете, в обязанности входило ухаживать, кормить, читать письма, перестилать постель, помогать принести пищу. Для получения единовременной выплаты необходимо заполнить заявление, предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, либо справку из инкомата, либо удостоверение участника битвы за Кавказ, либо медаль за оборону Кавказа. Все эти документы необходимо предоставить в районные отделы социального развития. Также мы просим всех, кто недавно переехал в Сочи и имеет медаль за оборону Кавказа, являются участниками какие-то удостоверения, какие-то справки из военкомата, что принимал участие в военных действиях битвы за Кавказ, мы просим прийти в территориальные отделы социального развития, которые расположены в администрации каждого района, и подать документы, либо там все документы необходимые помогут собрать. Те же, кому трудно выходить из дома, могут обратиться по телефону в отделы соцразвития районных администраций. И к ним придут, как, например, пришли накануне соцработники Хосинского района к Антонине Васильевне Никляевой. Ее поздравили 75-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, вручили подарок, пылесос и помогли оформить заявление для получения денежной выплаты. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.